Уже прошло много месяцев с того момента, как не стало нашего друга Стёпы. И Куки очень не хватает хомячка, как бы мы не пытались его отвлечь или развеселить игрушечной мышкой. И мы решили, что настало время вернуть Куки старого друга, пусть даже в новом обличии. Целый день мы ездили по магазинам в поисках подходящего кандидата. Было много хомячков и все они милые. Но в один момент один из хомячков вылез из-под опилок и сам полез в руку, будто просил «возьми меня». Мы подумали, может это какой-то знак и взяли именно этого хомячка. По дороге домой мы волновались, примет ли Куки нового друга или же будет бить или еще хуже кусать его. И приехав домой, пока Куки ничего не подозревает, мы подносим хомячка и наблюдаем за реакцией. Ой, что это такое? Или кто это? Куки проявляет интерес к новому другу, но в то же время ведет себя сдержанно, наверное, чтобы не испугать его. Хотя, может и самому страшно. Хомячок же, кажется, так же испугался, ведь инстинкты не обмануть, и он понимает, что рядом хищник. Глаза Куки полны недоумений от происходящего. Мы, если честно, боялись выпускать хомячка с рук рядом с Куки, ведь всякое могло произойти. Но все же надеялись на толерантность Куки к своему гостю. Хомячок же достаточно быстро осмельчал и начал подходить все ближе к ушастому гиганту. Он продолжал свое дружественное наступление, и мы уже переживали, чтобы хомячок не покусал Куки. На следующий день они еще больше привыкли друг к другу, и мы подумали, а почему бы не подключить еще одного нашего питомца, а именно таракана Геннадия. Сперва хомячок заинтересовался тараканом и побежал за ним. Но дальше отвлекся на оставленный без присмотра домик Геннадия и зашел в гости, чтобы понюхать еду таракана и осмотреть квартирку. Потом Геннадий таки выманил хомячка наружу, и они начали играть возле деревянного домика. В игру сразу подключается Куки. Видимо, чем больше игроков, тем меньше они стесняются. Продолжалось это достаточно долго. Степа и Геннадий прячутся, а Куки их ищет. Мы решили поселить хомячка в вот такую большую желтую клетку. Насыпали опилок, дали мисочку корма и выпустили в новый домик, где теперь он сам себе хозяин. Ведь хомячки не любят жить в стадии. В природе они ведут одинокий образ жизни. Мы так рады, что теперь у нас есть такой милый и добрый хомячок, и надеемся, что вам также по душе такая идея. Уверены, что все питомцы сдружатся между собой и будут радовать нас своими появлениями в видео. Ах да, чуть не забыл сказать, как его зовут. Мне кажется, тут все очевидно. Мы назвали его Степа. Степа-младший. Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok